Всем привет! Перед тем, как начинать этот влог, я бы хотела поделиться немаловажной информацией, которая, возможно, может вам в будущем пригодиться. Первое, конечно же, что мы сделали перед нашим путешествием, это забронировали жилье. Бронировала я на сайте Booking через приложение на телефоне. Я бронировала в этом приложении, так как уже имела опыт бронирования, именно через Booking. Поэтому я заказала нам номер в отеле через сайт Booking. Сделала я это еще летом. Планировать наше путешествие мы начали весной. Забронировала номер я только в августе. Я рада, что сделала это и вам советую всегда бронировать как жилье, так и билеты на проезд, на полет заранее, как можно заранее. Потому что в сезон, например, в рождественские, новогодние праздники, также летом, цены очень подрастают уже, все это знают. Поэтому этот совет остается навсегда актуальным, бронировать все заранее. Второе, очень важное то, что мы забронировали, это были наши, конечно же, билеты на поезд. Так как мы живем недалеко от Франкфурта на Майне, у нас есть уникальная возможность доехать до Парижа на прямом поезде. И CE, он едет всего 4 или 5 часов. Билеты на поезд я заказывала на официальном сайте Deutsche Bahn. Я хочу сказать очень важную информацию для тех, кто не знал, так же, как и я этого не знала. Deutsche Bahn выставляет расписание поездов с ноября по ноябрь следующего года. План поездов выставляется 12 октября каждого года. Уже с этого времени вы можете покупать себе билеты на следующий год и на конец этого года. Об этом я узнала, когда хотела заранее-заранее также забронировать билеты на поезд, но они просто были все белые, то есть все недоступны. Я сначала не поняла, почему так. Я думала, неужели все билеты раскуплены? Не может быть такого. Но потом я начала искать в интернете, что же такое, почему так происходит. И наткнулась на вот эту информацию. Билеты мы смогли забронировать только в конце октября. И я считаю, что это уже очень хорошо, потому что через неделю после бронирования я посмотрела эти же билеты. Мне было интересно, сильно ли они подорожали. Да, они подорожали на треть от стоимости билетов. Тем дольше вы не будете бронировать, например, если бы мы бронировали в декабре, то мне кажется, эти билеты стоили в два, а то и в три раза дороже, чем мы их купили. Также я покупала не просто билет в Франкфурт-Париж. Мы брали билет от Франкфурта до Парижа, но еще с функцией включения сити-тикет. Сити-тикет это так называемый городской билет, если прям переводить это словно. На сайте Deutsche Bahn есть специальный список городов, которые входят в этот билет сити-тикет. Я посмотрела этот список. В этот список входили города Франкфурт на Майне и Оффенбах, через которые нам нужно проезжать. Я решила взвесить, так как я весы, я решила понять, что же будет дешевле. Купить прямой билет от Франкфурта до Парижа и купить отдельно билеты на проезд до Франкфурта от нашего города и обратно в день приезда. Или же купить готовый билет и билет сити-тикет. Билет сити-тикетом вышел намного дешевле, чем мы, если бы мы покупали отдельное. Это видео выходит, скорее всего, уже после Нового года, поэтому я думаю, что эта информация будет немножко неактуальна, так как я знаю, что с Нового года выходит в Германии единый билет на месяц стоимостью 49 евро. Это будет, наверное, выгоднее для людей брать билет 49 евро в месяц, поэтому моя информация, возможно, будет не такая уж и актуальная. Но, возможно, когда-нибудь этот 49-ти евровый билет уберут и вам потребуется моя информация. Так что запоминайте на всякий случай, знайте просто это все. Также в своем влоге я расскажу вам о том, как вы можете пройти бесплатно в большинство музеев Парижа. Поэтому оставайтесь со мной, смотрите мой влог. Я надеюсь, что он вам очень понравится и желаю вам приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Капец. Да просто ужас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потому что номер уже был готов. Мы приехали на Восточный вокзал. И пока мы шли от этого вокзала до отеля, который находится у нас в районе Бастилии, между 11 и 12 округом Парижа, если вы найдете карту в интернете, или я могу прицепить вот сюда карту, чтобы вы примерно поняли, сколько мы шли. И все время, пока мы шли, это было немножко ужасно. Все было очень грязно, какая-то разруха. Все остановки, все стекла у витрины магазина, все как-то разрушено. Все стекла побитые. Какие-то машины валялись. Я не знаю, что было за день до нашего приезда там. Номер у нас довольно-таки небольшой, но на двоих нам хватит, в принципе. У нас есть маленькая кухня, холодильник, очень много разной посуды, которую можно воспользоваться. Есть также микроволновка, кофемашина и, в принципе, все, что нужно. Мы сейчас перекусим нашими Дашей раками и пойдем погуляем, посмотрим уже в центр. Надеюсь, там будет лучше намного, чем то, что мы видели, пока шли до отеля. Все, мы уже покушали, сейчас справились гулять. И первая локация у нас это улица недалеко от нашего отеля. Здесь просто очень красивые цветные домики. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Следующая наша локация... Жордине де Пуан. Продолжение следует... Это музей палеонтологии, музей роскопов. И смотрите, какой здесь стоит динозавр. С чего это сделано, интересно, конструкция? Эти фигуры огромные, просто нереального размера. Если бы я в жизни увидела такого... Такого динозавр я бы, блин, с ума цехла. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас будет контент для любителей сериала «Эмили в Париже». Итак, мы находимся на локации, где жила Эмили в сериале. И, конечно же, напротив этого дома у нас здесь находится ресторан «Габриэля», в котором работал Габриэль. И где кушала Эмили? Продолжение следует... Сейчас мы были у Пантенона, посмотрели. Туристов, оказывается, не очень много, как мы ожидали. Далее мы пошли к университету. И сейчас увидели очень красивую улицу на пути к Люксембургскому саду. И решили завернуть на нее. Субтитры сделал DimaTorzok Просто оцените ситуацию. Пантенон в солнечном свете. И все фоткают в автобусе. В общем, в Люксембургский сад мы не попали, потому что окон уже закрывается. Зато смотрите, какой красивый кадр получился из-за забора. Так, а здесь у нас уже какой-то Мэйдис прессмерт. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сэндвич с видом на Эйфелеву башню. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Этот украшенный магазин Dior я увидела еще в инстаграме. И сейчас я его наконец-то нашла. Первый день мы очень устали и просто мы уже не можем дойти до дома. Я стерла себе все ноги, поэтому мы решили поехать на метро попробовать. Итак, сегодня второй день и мы решили с утра пойти в магазин купить еды, так как у нас есть мини-кухня, нам очень удобно самим готовить, так как это экономит нам деньги. Посмотрите, у них даже стоят микро-машина, и кофемашина можно купить что-то и сразу же разогреть. Очень много готовой продукции, сэндвичей, пасты, салаты. Уже все готовые условия. В общем, магазин нас не очень удовлетворил, и мы решили купить-попить и пошли в Lidl, который мы уже знаем. У нас в Германии есть такой магазин, и мы решили пойти в него и купить что-то нормальное. Мы приехали посмотреть в Лугу. Любители фото без людей можно сфоткаться у вот этого. Вот этой мини-версии пирамиды. Хотя сейчас я фоткалась вот с этой стороны, и здесь, как видите, вообще нет людей. Все почему-то с той стороны фоткаются, и еще, заметьте, против солнца. Та сторона. Если вы стоите на этой, то как бы все по правилам, хорошая фотография получается. Мы должны были зайти с входа с какого-то сальвами. Мы высмотрели этот вход на ютубе, но оказалось, что работает только два входа. Через Луворскую башню, главную, и с какого-то бока. Не знаю, с какого. Короче, это полный фейл, потому что мы простояли там очередь, и нам сказали, что раз у вас забронировано, вам нужно идти через пирамиду. Потрясающе. В общем, оказалось все просто, что все эти люди стоят в одну очередь, а нам нужно было пройти через вот тут, просто показать, и мы уже вот здесь на поле. В машине воспользоваться гардеробом, и здесь интересная система, вот такие вот прозрачные ящики, и нужно просто открыть свободный ящик, выбрать, ввести код и закрыть. Дальше при открытии та же система. Это все ящики, целые ряды ящиков. Сейчас мы идем в тот зал, в котором я просто мечтала оказаться. Поехали. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...